Видела анонс передачи фильма о роковых ролях для артистов. Есть мнение, что иная роль в кино может привести актера к печальным последствиям. Порой некоторые киноработы окружены мистическим флером. Может ли глубокое погружение в роль, например, отрицательного персонажа сказаться на духовном здоровье человека? Каких, с точки зрения церкви персонажей, нельзя играть в театрах, кино или таких запретов, рекомендаций нет? Я не встречал запретов таких и рекомендаций, честно говоря. Но лично я, наверное, роль сатаны, в нее вживаться лучше не надо. И роль Христа. Роль, может быть, святых людей, ангелов. Такие роли, наверное, как-то опасны. Чем? Тем, что человек, вжившись в эту роль, начинает верить, что таким и был Христос. Например, может в его душе произойти подмена реального Христа на им выдуманного. Понимаете? Вот в этом аж опасности. На мой взгляд, таких рекомендаций я не встречал. Особенно, мне кажется, опасно играть Христа. Вот здесь очень нужно быть аккуратным. Потому что, что бы ты там ни играл, это все равно вранье. Это не Христос. Христа сыграть невозможно. Чтобы его сыграть, нужно стать бесстрастным. Он же вообще без греха. Попробуй сыграть без греха. То есть, у человека, у которого нет греха, у Бога человека. Как его можно сыграть? Нереально, его невозможно сыграть. Ты свою греховность туда обязательно привнесешь. В этом отношении, сейчас мне на память пришел рассказ Федора Михайловича Достоевского. Сон смешного человека. Там некий человек с собой покончил в виде милости. Его унесли куда-то в другую галактику, на другую планету, которая точная копия планеты Земля. Там тоже живут люди, но там нет греха. Вот это точная копия Земли. А он почему с собой здесь покончил? Потому что такая жизнь, так все мерзко, так все гадко, везде кругом все грехом пропитано. И все это ужасно. И его уносят на другую планету, где нет греха. То есть, живут люди и не знают греха. Не было грехопадения. Альтернативная реальность. Достоевский гениально описывает эту реальность альтернативную. И что дальше потом произошло? А то произошло, что попав туда, он как вирус заразил собой всю эту планету. И произошло грехопадение. И все. Он потом там ходил, их умолял, выпрашивал, что вы отдумайтесь, покайтесь. Но они его потом уже не слушали вообще. Вот так вот мы свою греховность привнесем куда угодно. Альтернативная реальность. Альтернативная реальность. Альтернативная реальность. Альтернативная районы. Альтернативная реальность.